добрый день уважаемые коллеги меня зовут куликова елена и сегодня мы с вами продолжаем разговор об организации развивающие предметно-пространственной среды на прошлом вебинаре мы с вами обсуждали тему какой должна быть эта среда и я обращала ваше внимание на то чтобы она была прежде всего многофункциональной и многоуровневой качестве примера мы с вами разбирали пирамидку на мой взгляд это самое многофункциональное пособие самая многоуровневая многофункциональная игрушка но сегодня мы будем рассматривать не пособие немножко с другой стороны сегодня мы поговорим с вами о педагогике удивления и поговорим о тех пособиях которые удивляют ребенка с точки зрения психологии реакция удивления очень положительно влияет на обучение ребенка если ситуация вызывающая удивление спокойная безопасная комфортная приятная то удивление очень быстро переходит в интерес интерес соответственно в радость и таким образом формируется мотивация к обучению сегодня очень большой поток информационный идет на наших детей причем очень легко добыть любую информацию очень просто и соответственно теряется некий смысл учиться смысл что-то осваивать и и соответственно падает мотивация к обучению поэтому все что удивляет ребенка все причем удивляет не просто вот в формате фокуса до удивляет не сам фокус а некий допустим метод исследования или познания мира вот все это будет включаться в его интеллектуальную деятельность вызывать интерес вообще к обучению так вот сегодня мы будем разговаривать о зеркалах и удивлять детей зеркалами но прежде чем к ним мы перейдем я хочу напомнить вам что каждое пособие мы с вами будем рассматривать на трех уровнях первый уровень это уровень учебной задачи сегодня тема наша учебная симметрия будем говорить о симметрии второй уровень это уровень формирования основных психических функций это развитие памяти внимания воображение восприятия речи мышления а вот на третьем уровне мы будем активизировать определенные участки мозга и решать нейропсихологические задачи при этом все это обязательно мы будем делать в движении все это обязательно будет проходить путь сначала думаем руками потом думаем глазами потом уже думаем головой то есть сначала мы будем запускать наглядно действенное мышление потом наглядно образно и только потом будем переходить к словесно-логическому ну что возвращаемся к теме к тем симметрии что такое симметрия и зачем ее изучать в дошкольном возрасте или в начальной школе вообще математическое определение этому понятию я давать не буду потому что симметрия бывает разная с точки зрения математики и собственно нас сегодня будет интересовать только осевая симметрия или зеркальная такая симметрия воспринимается детьми как некая одинаковость двух половинок или одинаковость левого и правого я достаточно долго изучала зарубежный опыт обучения детей в том числе и дошкольной начальной школе так вот у них симметрия достаточно рано вводится и очень много времени они отводят этому понятию если вы возьмете любую какую-нибудь европейскую рабочую тетрадку или развивающий блокнотик там в обязательном порядке будут задания на симметрию причем достаточном количестве вот как как то ни странно в нашей практике мы мало времени отводим на симметрию хотя на самом деле тема очень важно почему вот опять бы а я хотела разрушить представление ваше о том что 7 7 3 это только для геометрии это не только для геометрии и не совсем про геометрию симметрия помогает нам изучить свойства объектов понять глубже свойства объектов а мы как правило не так много уделяем времени этой теме а зря очень много объектов живой неживой природы обладает свойством симметрии многие буквы цифры обладают симметрии конечно же фигуры умение видеть эту симметрию позволяет не только лучше запомнить формуле написания букв цифр умение видеть симметрию позволяет глубже понять свойства например фигуры это очень важный первый момент дан но второй момент это умение видеть симметрию умение находить о симметрии это связано с формированием пространственных представлений а это тоже очень важно я не устаю повторять что развитие пространственных представлений крайне необходимо вообще для развития ребенка и для будущего обучения в школе мы каждый год тестируем очень много детей ну порядка наверное 200 человек и соответственно в обязательном порядке смотрим насколько сформированы пространственные представления так вот вот не сформированности пространственных представлений ну я боюсь сказать процент наверное даже не буду говорить я скажу так среди 200 детей наверное единицы которым нет вопросов по этой теме у всех остальных есть проблема с пространственными представлениями поэтому очень важно обратить на это внимание дошкольный период очень важно заниматься развитием пространственного мышления и формирования пространственных представлений на эту тему мы записали для вас специально вебинар кто его еще не посмотрел и очень рекомендую обязательно посмотрите и попрошу вот девочек в очередной раз дать вам эту ссылочку так вот изучать свойства симметрии мы развиваем пространственное мышление это очень важно очень нужно ну и в третьих опять же свойства симметрии нам позволят рассмотреть и понять орнаменты узоры и это уже из области изобразительного искусства да это уже уже такие творческие вопросы творческие темы поэтому очень очень интересная тема и очень полезная тема для развития ребенка в целом и так с чего же мы начинаем изучение симметрии и когда мы начинаем основной период возрастной период для изучения этой темы где-то 5-7 лет но знакомство симметрия можно начинать раньше прямо с младшей группы поскольку мы говорим что симметрия это одинаковость двух половинок одинаковость левой и правой половинки то знакомство начинается буквально собственного тела с замечанием того что у нас две одинаковые руки и правая и левая две ноги и правая и левая два глазика два ушка мы замечаем что такая парность есть например у бабочки два крылышка два крылышка у жучка у мишки два ушка два глазика две лапки и когда ребенок немножко подрастает мы уже подходим к пониманию именно одинаковости половинок что значит для ребенка одинаковые одинаковые предметы одинаковые половинки одинаковые части наверное коррект не до сказать одинаковые части ребенок это понимает так что если мы две картиночки два предметика вот так вот наложим друг на друга и они совпали они равны они одинаковые вот поэтому вот такое понимание симметрии мы начинаем с фигур с рассматриванием фигур и складыванием фигур складывать фигуры можно с четырех лет и прям до начальной школы и еще включаем начальную школу соответственно чем младше ребенок тем проще берется фигура чем старше ребенок тем сложнее можно брать фигурку и посложнее ставить задачки у меня подготовленные есть фигурки и мы с вами сейчас попробуем подкладывать и поговорим вот здесь наверное начинается педагогика удивление для меня не только для ребенка скажем так но и для меня и наверное вы тоже с этим столкнетесь почему я говорила что вот симметрия очень важно для понимания некого интуитивного глубокого понимания свойства фигур потому что вот когда мы начинаем искать эти две половинки у фигуры искать как сложить эту фигурку что получилось две одинаковые половинки то закладывается более глубокое понимание свойств например о чем я говорю знаете вот для детей что квадрат что прямоугольник по сути дела это одно и то же они воспринимают эти фигуры как фигуры с одинаковыми свойствами и одно и то же но квадрат не зря выделили из ряда прямоугольников у него есть особые свойства конечно мы начинаем складывать фигуры самый простой до с квадратом вот как только ребенок в состоянии соединить два уголка мы начинаем складывать квадратик квадратик можно сложить вот по такой линии пополам и получить две одинаковые половинки а вот это единственный способ оказывается нет да а я еще могу вот так вот сложить и вот у меня такой второй шовчик появляется на квадратике или вторая ось симметрии хочу вот так могу сложить это же такие две половинки как правило это легко находится легко видится ну и в общем то большой сложности не составляет сложить квадратик еще по диагональке и тоже мы с вами получаем две одинаковые половинки ну и то и тут же быстренько соображаем что можно и по второй диагональке сложить тоже вот такие четыре линии у нас получились оказывается квадратик можно сложить пополам четырьмя способами и получить вот такие одинаковые половиночки а можно ли больше а может быть есть еще способы вот нет детки мут минут этот листочек и приходит к выводу нет вот только 4 способа после квадратика мы переходим в прямоугольнику и соответственно я спрашиваю прямоугольничек сколькими способами можно сложить и получить две одинаковые половинки практически сто процентов ответов те же самые но четырьмя способами верну хорошо давайте и первые два способа оказываются простенькие мы так быстренько складываем 1 половинка 2 половинка все это понятно здорово и тут вот как раз начинается удивление удивление и у меня и удивление у детей в голове прямоугольник должен складываться пополам по диагонали получаться две одинаковые половинки соответственно они пытаются сложить и получить две одинаковые половинки а половинки не сходятся не совпадают у них недопонимание что-то не пошло не так наверное они не так сложили и не поверите вот они будут долго и упорно складывать этот прямоугольник потому что в их картине мера у прямоугольника такие же свойства как у квадрата и они настойчиво и еще нет по диагонали надо как-то сложить и получить две одинаковые половинки для них такое удивление что оказывается прямоугольник так нельзя сложить для меня лично это всегда удивление что они этому удивляются и каждый раз тоже но ну как как же ну вроде бы понятно нам взрослым то понятно а им нет и вот здесь вот закладываются те самые глубокие свойства отличия например да прямоугольник от квадрата та же самая история происходит с кругом и овалом наш замечательный круг мы вообще можем по любому диаметру сложить и легко получить две половинки как мы его тут не складываем вот так вот аккуратненько он все время складывается и получается что у круга очень много осей симметрии с математическим языком мы говорим бесконечное количество осей симметрии они берут овал и вроде бы тоже ночь сейчас но как же он тоже такой кругленькие должны быть те же свойства он же кругленькие они складывают раз-два и все и вот потом та же самая ситуация как с прямоугольником они долго и упорно минут этот листочек пробует по всякому а он не складывается они и так его и всякого а вот там две оси симметрия симметрия не нашли и больше нету еще интереснее на самом деле происходит с треугольником как вы думаете какой образ треугольника заложен в голове ребенка вот не поверите все треугольники в голове ребенка представляются как равносторонние ну в крайнем случае вернее даже не равносторонние наверное а вот равнобедренные в этом смысле представьте себе что они вот эту разносторонность не видят и как когда вы попросите найти симметрию у треугольника они найдут очень просто они сложат его не разные треугольнички есть я сейчас как раз равнобедренные взяла они сложат его пополам все вот на этом они скажут все 1 1 при этом для них это свойство всех треугольников поверьте они возьмут равносторонний треугольник точно также сложат пополам скажут вот единственный способ это вот так и на самом деле потребуется достаточно много времени и трудов чтобы они нашли какие-то другие варианты вот в этом треугольнике да оказывается здесь три оси то есть также из каждой вершинки можно по линии сложить треугольничек и наш правильный равносторонний треугольник он складывается тремя способами вот вот так и тогда им кажется а значит любой треугольник можно тремя способами сложить они возвращаются к равнобедренному и начинают пытаться его сложить а не получается они складывают его как-то но каково их удивление когда беря обычные разносторонний треугольник они вообще у него не могут найти ассимметрии они соответственно это тоже не будут долго очень складывать крутить мять им будет казаться что они просто что-то не так загибают отгибает но не может быть такого вот для них этого не может быть для них это крайнее удивление что оказывается есть треугольники и собственных очень долго таких треугольников а у которой нельзя сложить чтобы получить две одинаковые половинки соответственно как только детки постарше можно порассматривать другие фигурки вот эта фигурка у нас ромб да соответственно у него сколько будет осей сколько способов его будет сложить ну вода мы можем по этой диагональки и можем по этой диагональки сложить а вот этот дельтует смотрите он отличается от ромба тем что у него одна пара сторон чуть меньше чем другая пара и вот казалось бы он немножечко всего отличается а на самом деле друг другая до фигурка и вот вопрос а здесь сколько будет вот осей симметрии смотрите что получается что у нас одна ось сохраняется с вами вот это да вот мы две одинаковые половинки получили а если мы попробуем по другой диагональки сложить уже две одинаковые половинки не получается то есть это уже другая фигура у нее другие свойства у нее всего одна ось симметрии очень интересная фигура параллелограмм вот в ней тоже дети видят симметрию и крайне удивляет эта фигура потому что как бы они ее не складывали а а нет оси и и так не сходятся половинки и так не сходятся половинки как они не крутят этот листочек они найти не могут эту линию по которой можно сложить фигурку получить две одинаковые половинки можно конечно брать фигурки посложнее вот мне еще звездочка есть можно вырезать как какие-то не знаю сердечки или другие фигурки и дать ребяткам это попробовать поискать и и для них это большое удивление и другое понимание этих фигур их свойств как как только мы научились это делать ручками мы подключаем сразу зеркала зеркала бывают разные я вам покажу это у меня импортные зеркала я не знаю наверное они у нас на рынке каким-то образом присутствуют они пластиковые безопасные со скругленными уголками но наверное дорогие и вот я не знаю сейчас они есть в продаже у нас в россии или нет эти зеркала себе привезла из германии до этого я работала зеркалами которые буквально отламывала крышечку своей пудры и вот на я накопила этих крышечек и работала с такими зеркалами на данный момент мы производим тоже зеркала они сделаны из более тонкого пластика но прекрасно тоже работает я чуть чуть позже вам покажу соответственно они доступны и дешевые их можно использовать и безопасны так вот что нам дают зеркала по сути дела зеркало этот другой способ найти ось симметрии и увидеть симметрию в предмете ну для начала мы можем с вами взять картинки симметрии обладают и многие объекты живой неживой природы и очень интересно найти такие объекты и рассмотреть их я взяла картиночки вот такие наверняка вот есть тоже какие-то карточки с картинками вот и наша задача какая наша задача научить ребенка как с помощью зеркала можно увидеть симметрию как можно найти ось симметрии что мы с вами делаем мы берем наши зеркало так давайте какой-нибудь картиночку возьмем давайте попробуем очки ну давайте с вами по рассматриваем картиночки вот я взяла картиночку очков и поставила так зеркало смотрите что происходит я зеркалом закрыла часть картинки но вторая часть вторая половинка отразилась в зеркале и вместе на карточке и на зеркале составилась единая картинка очков какая задача у деток взять зеркало побегать этим зеркалом по картинке и найти такое положение зеркала чтобы очки были целенькие вот смотрите если зеркало неправильно поставлю видите очки как бы не получаются вот я могу крутить держать зеркало а крутить картинку только и всячески и могу найти такое положение когда очки как бы получится две половинки которые отражается одна половинка которая на карточке 1 которая в зеркале вот составит картиночку целиком таким образом можно рассматривать разные картинки об 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 о об 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 в можно исследовать объекты исследовать картинку и находить какая картинка обладает свойством симметрия в этой работе тоже очень много компонентов много уровнем дело в том что крутить это зеркало не так просто ребенку и для этого требуется координация движения координация ручек в обязательном порядке соответственно требуется пространственное мышление потому что даже расположить таким образом зеркало или заранее представить как его поставить на картинку это оперировать объектом мысленно дан в уме и соответственно это исследовательская работа ребенок сам ищет и сам радуется если он нашел такое положение зеркало и картиночка отразилась и стала цельной как только мы с вами понаблюдали иллюстрации вот такие можно также порассматривать буквы и цифры а вот интересно какие буквы имеют о симметрии и какую соответственно можно взять букву я думаю что касса есть тоже для бога и порассматривать наши буквы соответственно когда мы с вами тоже буквы изучаем нам надо запомнить их графический образ и зеркало очень помогает потому что много работаем с буквой мы ее по всякому рассматриваем и видим это свойство запоминаем букву лучше понимаем ее форму и и графический образ лучше а вот интересно а все ли буквы имеют о симметрии а если какие-нибудь буквы которые имеют несколько осей соответственно ребенок ищет ищет такое положение изучает букву и графический образ изучает и запоминает запоминает букву запоминает как она пишется есть более сложные буквы где нет не так просто найти о симметрии ребенок постоянно пытается как-то приложить вот так например да и вот эту ось нет не так просто найти ему есть конечно простые буквы где уже не сложно будет найти положение зеркала таким образом можно изучать буквы можно изучать цифры изучая буквы изучая цифры мы по сути дела учимся с помощью зеркала искать эту симметрию графического образа и это такое знакомство с таким исследовательским методом знакомство зеркалом потому что не всегда мы можем вот так вот сложить пополам картиночку или букву конечно можно кстати тоже буквы и цифры вырезать и попробовать поскладывать но это умение удобно чем с фигурами работать так менее удобно чем с фигурами конечно зеркало здесь в помощь и вот теперь мы будем переходить к более сложным объектом здесь только уже будет работать зеркало уже не будет у нас возможности вырезать и сложить пополам поэтому очень важно чтобы ребенок научился работать зеркалом научился двигать зеркало научился получать разные картинки и понимал как это все устроено как это все получается и тогда мы переходим к более сложным задачкам как только мы освоили одно зеркало мы переходим к работе с двумя зеркалами я выбрала специально простенькую картинку это треугольник и давайте посмотрим что произойдет с треугольником если на него поставить два зеркала давайте их поставим вот так в принципе когда мы работаем с двумя зеркалами мы можем их ставить или под углом вот собственно как я сейчас делаю или и тогда будем получать калейдоскопную такую картиночку или мы можем ставить их параллельно вот так и тогда у нас будет получаться бордюрная картиночка ну ну вот сегодня будем работать с калейдоскопными картинками и смотрите что получается я выставляю зеркала и в зависимости от того какой угол между зеркалами собственно зависимости от того как я их поставила в зеркалах получаются разные картинки а вот какие фигурки таким образом можно получить можно ли получить звездочку можно ли получить квадрат можно ли получить пяти или шестиугольник вот попробуйте поработайте зеркалами и найдите все фигурки которые можно получить все известные фигурки таким образом мы осваиваем работу с двумя зеркалами ну и теперь мы переходим к работе с конвертиками что такое конвертик конвертик это вот такой листочек бумаги с рисунком вот из этого листка бумаги мы сворачиваем конверт вот таким образом что у нас происходит у нас с этой стороны как бы формируется картинка из четырех треугольничков если я этот конвертик положу и сделаю фотографию то мы с вами получим картиночку у меня много разных фотографий сейчас мы найдем картиночку вот она смотрите на карточке изображение этого конвертика теперь мы расправляем листочек листочек расправленный а сможем мы теперь не собирая конвертик догадаться какой конвертик получится какая картиночка подойдет к нашему листочку как это понять но по сути дела это в голове нужно два раза до отзеркалить вот этот треугольничек или мы можем поставить два зеркала на уголок и посмотреть какая картиночка получится вот таким образом но в данной работе я не даю пользоваться зеркалами если нужно проверить решение лучше ручками собрать этот конвертик и непосредственно проверить как мы работаем вот сейчас я немножко остановлюсь и мы поменяем местоположение мы развешиваем листочки на веревочку и каждому ребенку даем по картинке по фотографии конвертика задача детей подойти посмотреть рассмотреть каждый листочек и понять из какого листочка сложен его конверт давайте с вами попробуем решить эту задачку вот возьмем такую карточку и попробуем понять ездить здесь есть ли здесь листочка с которого сложили данный конверт картинка симметричная вот из этого треугольничка складывается полностью вся иллюстрация да и это уголок нашего конверта здесь у нас оранжевый кружок и не дуга две желтые дуги давайте посмотрим где же на уголке нет 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 вот оранжевый кружочек до две дуги и соответственно если бы мы два зеркала сюда поставили тон вот именно эту картинку получили что ребенок делает он подходит снимает свой листочек идет на свое место к своему столу складывает конвертик проверяет мы тоже проверим проверяет правильно ли получилось у нас правильно получилось и получает следующую карточку если все хорошо если же он ошибся он подходит снова возвращает на свое место листочек таким образом мы с вами и ручки задействовали и поработали симметрии вот одно из любимых моих заданий и наверное любимая детьми задание на работу с конвертиками ну что продолжаем усложнять наше задание как только мы справились с конвертиками переходим к снежинкам как будем играть в снежинки во первых у меня есть карточки с трафаретиками снежинок что это такое трафаретик заготовка вот если ее вырезать я не поленилась вырезала сложить бумажечку нашу в несколько в несколько слоев приложить трафаретик обвести его вырезать получится вот такая фигурка и когда мы ее расправляем мы получаем снежинку получаем снежинку опять представляем как будто мы ее фотографируем получаем ее картиночку соответственно у меня есть карточки заготовочками и есть карточки со снежинками и играть будем так нам нужно понять из какой заготовки какая снежинка получится здесь уже сложить невозможно и играть можно как бы решать эту задачу можно двумя способами первый способ самый простой раз мы умеем работать с зеркалами мы можем посмотреть на заготовку с помощью двух зеркал смотрите как мы ставим вот у нас острый носик к острому носику мы представляем два зеркала сейчас если посмотреть в зеркала то внутри окажется та самая снежинка которая получится из этой заготовки ну к сожалению наверное снять это и хорошо показать невозможно мы вам фотографии подготовили вот приблизительно такая снежинка получится то есть можно ребенку дать два зеркала чтобы он посмотрел приблизительно понял какая снежинка получится и потом среди предложенных нему карточек эту снежинку нашел это наверное самый простой путь и может быть он хорош для детей чуть помладше а вот если детки уже подготовительной группе или если мы говорим о начальной школе здесь а хотелось бы чтобы они не пользовались зеркалами или использовали их только в каких-то спорных случаях а как же мы будем определять на самом деле нужно просто внимательно рассмотреть заготовочки посмотрите пожалуйста вот на этой заготовочки я например вижу елочку давайте попробуем посмотреть картинки где это елочкой имеется здесь нет елочки да здесь тоже нет елочки здесь сердечко я вижу вот смотрите вот попалась она мне карточка видите вот елочка можно еще проверить дополнительные элементы внимательно смотрим на нашу елочку подходит или не подходит вроде бы похоже да но если внимательно посмотреть вот здесь у елочки тоже есть дырочки она это елочки этих дырочек нет значит нам придется еще поискать подумать вот еще одна елочка да и дополнительные элементы проверяем вот есть такой крючок здесь и здесь есть то есть мы разбираем эту снежинку по элемент на как бы и рассматриваем из каких элементов состоит этот узор и таким образом как как бы составляем этот узор в голове конечно так лучше бы чтобы именно так рассуждали дети но если им это сложно если они это не видят если у них не получается стать составить картинку тогда даем зеркала и пусть они сначала рассмотрят в зеркала какая снежинка получится а потом уже подбирает карточку и между прочим эту задачу можно решать и в обратном направлении то есть получить карточку снежинки допустим вот такую и подбирать заготовку из какой заготовки эта снежинка была сделана опять же идем таким путем рассматриваем по элементам вот я здесь вижу сердечко и смотрим какие какие элементики могли дать это сердечко нашлась карточка вот вот это сердечко таким образом играем со снежинками как только мы научились подбирать снежинки заготовки идем дальше усложняем задачу мы сейчас будем сначала работать с одним зеркалом и работать базовой карточкой смотрите что мы берем мы берем некую базовую карточку с простым предметом например такую изображено мороженое и задача будет такая нам нужно поставить каким-то образом зеркало на эту картинку так чтобы получились вот такие рисуночки и соответственно карточки с рисуночками если эти рисуночки посмотреть они разные да у нас совсем разные и где-то вообще непонятно что зеркало стояло на картинке с мороженым вот где где-то можно догадаться где-то даже непонятно например могут получаться вот такие картиночки как научиться решать такие задачи что вообще проект происходит у нас в голове когда мы решаем такие задачи смотрите вот допустим нам нужно получить вот такую картинку так поставить зеркало когда я рассматриваю эту картинку я сразу вижу что картинка симметричная и вижу где две одинаковые половинки одну половинку я могу закрыть и тогда вот эта часть иллюстрации которая осталась вот она как раз перед зеркалом и должна быть что у нас там небольшой желтый здесь кончик до рожка и красный шарик вот соответственно я попытаюсь так поставить зеркало чтобы у меня так получилось и тогда в зеркале будет та самая картиночка то есть по сути нам нужно анализировать эту картинку увидеть ее симметричность понять из каких двух одинаковых половинок она состоит и как как бы мысленно прикрыв одну половинку понять какая картиночка должна оказаться перед зеркалом как бы вот таким образом соответственно я выдаю детям вот базовую картинку выдаю зеркала и они крутят зеркала пытаются найти то положение зеркала чтобы получилось заданная картиночка это мы работаем с одним зеркалом как только у нас это получилось сразу начинаем работу с двумя зеркалами берем тоже базовую картинку вот у нас какой-то колпак шута например и посмотрим какие картиночки можно получить используя два зеркала с двумя зеркалами картинка вообще не узнаваемой становится да мне такие картиночки действительно напоминают картинку в калейдоскопе вот они тут разные ну давайте какую-нибудь вот такую возьмем например как нам понять как поставить два зеркала чтобы получить такую картинку я ее же тут расчертила смотрите мы снова стараемся увидеть симметричность это картинки я провела вам оси симметрии и я могу закрыть одну часть одна осимметрия вот одну часть закрываю и другая осимметрия еще одну часть закрываю и оказывается между зеркалами должен остаться вот такой участочек вот такой кусочек картинки и тогда в зеркалах этот кусочек отразится и получится вот такая иллюстрация давайте попробуем поставим зеркала еще раз напоминаю что калейдоскопную картинку мы с вами получаем расположив зеркала вот под углом друг другу работа я не буду представить с вами как разверну наверное вот так калейдоскопную картинку мы с вами получаем расположив зеркала вот под углом друг к другу Работать с двумя зеркалами, конечно, сложнее. Находить это положение и видеть несколько осей симметрии у каждого объекта достаточно сложно. Плюс здесь сложная координация движения рук. Поэтому это, конечно, задачки либо для старшей, либо для подготовительной группы. Прекрасное задание для начальной школы уже зависит от того, прорешали вы предыдущие задачи с детьми. И, в принципе, работал ли ребенок ранее с зеркалами, насколько он опытен. Все эти задачи, которые мы сейчас рассматривали, они, по сути дела, плоские. Сейчас мы посмотрим, наверное, самую сложную задачу на плоскости. Мы поговорим об орнаментах, поработаем с орнаментами. И после чего перейдем уже к пространственным моделям и будем рассматривать симметрию в пространстве. Итак, последняя тема, наверное, самая сложная. Это орнаменты. Для этого я использую карточки из набора лото. Акью лото орнаменты. И у нас есть в коробочке вот такие карточки. Что мы будем делать? Сначала мы просто будем играть в калейдоскоп. Мы будем брать два зеркала, ставить на любую картинку, на любой орнамент. И поворачивать зеркала так, чтобы, например, найти положение, в котором эта картинка остается неизменной. Опять напоминаю, что зеркала ставим уголком. Ну вот, например, в этой картиночке, если я зеркала вот так вот поставлю, то вы в зеркале увидите ту самую картиночку, которая и была изначально. Но если я начну двигать зеркала как-нибудь, или менять угол, например, или двигать по картинке, у нас иллюстрация будет меняться. И как она будет меняться? У ребенка должен этот опыт сформироваться. Он должен понять, как эта картиночка меняется. Вот он таким методом экспериментальным двигает зеркала и наблюдает, что происходит с картинкой. После наблюдения уже можно решать задачки. Соответственно, задачи такие же, например. Есть карточка вот такая. И эту картинку нужно получить в отражении двух зеркал. Давайте подумаем, с каким орнаментом работали. На какой орнамент ставили два зеркала, чтобы получить вот эту картинку. Опять рассматриваем по элементам. Видим уголки, да, видим вот такое большое желтое поле. Понятно, что работали вот с этой картинкой. Тогда берем два зеркала, ставим на эту картинку и пытаемся ее получить. Соответственно, меняем угол. Наблюдаем, что происходит. Что у нас происходит. Получается ли наша картинка. Вот мне не очень видно, но вот приблизительно, мне кажется, что-то похоже получилось. Задание достаточно сложное, и детки должны быть подготовлены к решению этой задачи. Вот, в общем-то, весь спектр задач на симметрию, на зеркала, которые можно сделать, работая с карточками. Теперь мы переходим к самому интересному. Теперь будем в зеркала смотреть на кубики. Для этого мы предлагаем два набора. Один набор называется кубики-силуэты. Он хорош тем, что, по сути, здесь картинка одноцветная. Синенький узор будет получаться. Узор одноцветный, синий. На белом фоне, конечно. И цвет не отвлекает. Здесь мы будем работать в основном с формой. Давайте выберем любой кубик. Ну, допустим, вот такой. Во-первых, у него все грани разные. И какую мы грань возьмем, такая картинка получится. Во-вторых, особенность кубика в том, что если мы будем ставить два зеркала, всегда ставим вот так и смотрим рисунок на верхней грани. Смотрите, я вот так поставлю. Одна картиночка получится, да? Я вот так вот расположу кубик. Другая картиночка получается. А если я вот так его поверну, то получается третья картинка. Понимаете, в чем сложность? То есть, мало того, что у нас с вами шесть граней, и каждая грань будет давать свои, свой набор картинок, еще и получается, что очень зависит от того, какому уголку мы представляем зеркала. И чтобы исследовать кубик, это нужно, чтобы, это время нужно, чтобы ребенок вот посидел и все грани просматривал, что получается, как получается, какие картиночки получаются. После того, как он рассмотрел кубик, опять мы берем карточки и решаем ту же самую задачу. На карточках изображена картинка, которая получается в зеркалах. Вот мы, по-моему, такую картинку с вами делали. Например, вот это. Соответственно, ребенок должен рассмотреть кубик, покрутить его, понять, какой грани нам нужно представлять с вами зеркала, на какой грани этот рисуночек с помощью зеркал будет получаться. Здесь вот понятно, да. И мало того, что выбрать грань, он еще должен понять, а как эти зеркала поставить. Рисуночек можно положить перед собой, и рассматривать в зеркала картиночку. Вот так поставили. Такой рисуночек? Нет. А так поставили. Опять нет. А вот так поставили. О, вот он. Получилось. Ура. Берем следующую карточку. Вот к такому набору кубиков соответственно, есть набор карточек. И с помощью зеркал можно порассматривать, что получается, какие получаются картинки. Как только мы освоили силуэты, мы еще усложняем задачку. Мы переходим к набору кубиков под названием орнаменты. В этом наборе на кубиках у нас не просто геометрические фигуры изображены, а еще и разноцветные. Начинает работать цвет. Посмотрите, пожалуйста. Давайте какой-нибудь кубик возьмем. У нас грани все разные. Здесь такие в основном треугольнички у нас цветные, большие, маленькие. И если рассматривать зеркала, этот кубик, видите, какую-то такую картинку, опять получаем то же самое с вами историю, что в зависимости от того, какой стороне, каким сторонам мы поставили зеркала, получаются разные картинки. Поэтому для начала берем кубики каждому ребенку по кубику, по два зеркала и внимательно начинаем рассматривать. Еще раз напоминаю, когда мы углом ставим два зеркала, это у нас такая, как я называю, калейдоскопная картинка, но в принципе на кубиках очень интересно бордюрную картинку смотреть. Тогда мы ставим зеркала на противоположные грани, скажем вот так. И заглядываем в эту картиночку и видим, какой красивый бордюрчик у нас получается. Таким образом, исследовав кубик, рассматривая его со всех сторон, мы готовы к решению задач. И опять наши карточки. Итак, на карточках изображение, что мы видим в зеркале. Ну давайте посмотрим на вот эту картинку, например. Мы видим с вами, что здесь есть большой желтый треугольник, маленький красный, маленький фиолетовый. Вот такую я грань нашла на кубике. И сейчас будем крутить зеркала и смотреть, какая картиночка получается. Ну, допустим, начнем с этого угла. У нас получается, что там фиолетовый квадратик? Нет, не подходит. Большой желтый квадрат в центре не подходит. А вот она и наша картинка. Вот наша картинка. Так, сейчас попробую показать. Вот так, да? Таким образом можно поработать с набором орнаменты. Ну и в заключение еще одно замечательное задание на симметрию. Я использую для него, для этого задания, вот такое пособие. Это цветные кубики. Кубики маленькие, очень приятные для ручек. Прям так антистресс. Смотрите, что из них можно делать. Для удобства работы два зеркала можно скрепить скотчем. в данном случае. Чтобы эта композиция так устойчиво стояла. И если мы с вами будем выкладывать кубики, посмотрите, у нас получается такая 3D-картинка. и такой 3D-симметричный узор. Мы можем его придумывать, выкладывать, рассматривать. и когда нам становится понятно, как эта картинка в зеркалах получается, мы снова переходим к заданию с карточками. берем карточки, рассматриваем фигуру и пытаемся такую же построить. Не знаю, давайте какую-нибудь вот такую построим. что мы видим? У нас есть башенка, два зеленых кубика, оранжевые. у нас есть красный кубик, на нем фиолетовый. С другой стороны тоже красный кубик и на нем фиолетовый. вот так. Ну что, по-моему, получилось. Вот такие постройки это уже многомерная такая 3D-симметрия, потому что мы работаем не с плоской иллюстрацией, не с плоской картинкой, а работаем уже в пространстве. Итак, давайте подытожим. Что мы с вами по сути дела сделали? Ну, во-первых, мы запускали наглядно-действенное мышление. То есть, мы преобразовывали среду руками, своими действиями. мы использовали мы использовали зеркала, мы складывали бумагу, например, листочек, да, и таким образом изучали, изучали свойства симметрии, изучали свойства объектов, картинок. Вот, все это замечательно, хорошо, но нам нужно плавно перейти к наглядно-образному мышлению, запустить наглядно-образное мышление, а еще после этого желательно все проговорить и научиться рассуждать логически и, соответственно, запустить словесно-логическое или абстрактно-логическое мышление. Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуются какие-либо пособия с заданиями на симметрию. Я вам сейчас их покажу, какие они бывают. И наверняка что-то найдется либо в вашем арсенале, вы это найдете например в интернете. Начнем мы с пособий с прищепками и шнурками. Здесь самая наверное лучшая подборка задач на симметрию. Я вам показывала наверное такое пособие. Вот они задачки например с конвертиками. Смотрите это листочек наш это сложенный конверт как бы его фотография сверху. И ребенку нужно найти пары каждую пару отметить одинакового цвета прищепками. Мы находим парочку например вот из этого листика сложили вот этот конверт и отмечаем прищепочкой одного цвета. соответственно также я решаю следующую задачку нахожу пару и отмечаю решение прищепками. Следующую пару нахожу и последнюю пару отмечаю прищепками. После чего мы посуде переворачиваем и пальчиком пробегаем. Вот зеленая прищепочка идет к зеленой прищепочке. Правильно. Красная прищепочка идет к красной прищепочке. Верно. Сиреневая фиолетовая такая прищепочка идет к фиолетовой. Синя к синей. Значит все выполнено правильно. Вот в таком пособии достаточно много заданий на отработку темы симметрия. Давайте посмотрим. Вот пожалуйста листик сложен пополам и расправленный. Какая картиночка получится если расправить страничку? здесь посложнее из листочка вертушка сложена из какого листочка какая вертушка получилась ну вот так такие такого типа задания в этом наборчике симметричные картиночки по точкам сейчас мы о них тоже поговорим с этой стороны гляну мне кажется здесь тоже вот тоже половинки ну в общем-то вот такого типа задания здесь вот вырезают фигурки симметричные очень хорошее очень хорошее пособие если найдете рекомендую называется модели и образы пособие с прищепками также аналогичные задания есть в пособии со шнурком здесь мы уже не с прищепками работаем а наматываем шнурок напоминаю что по мелкой моторике прищепки проще мелкая моторика проще обычный 4-летний ребенок справляется с прищепками а вот со шнурком конечно все сложнее это пособие от пяти лет здесь смотрите парочки нужно отмечать шнурком вот допустим если расправить этот листик то на листочке будет кружок мы отмечаем возвращаемся на следующую позицию если этот листик расправить получится сердечко возвращаемся на следующую позицию расправить листик получится человечек и последняя задачка у нас про бабочку работу мы заканчиваем закрепляем шнурочек переворачиваем и по линиям проверяем если линии сошлись то все хорошо ребенок самостоятельно может себя проверить самостоятельно поработать между прочим оба пособия сделаны с использованием без текстовых технологий то есть задание формулируется некой схемкой понятной для ребенку если ребенок не читает он не будет дергать родители не будет вас дергать а что 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 тут нужно сделать по сути дела он сам расшифровывает эту схемку и сам решает задачки это одни из моих любимых пособий но кроме этих пособий есть много всего обязательно вам хочу сегодня показать математический планшет как мы работаем с математическим планшетом мы на нем тоже строим симметричные рисунки смотрите красной резиночкой я отмечаю ось симметрии и на своем планшете вот вырисовываю резиночками например такой рисунок ребята дети должны этот рисунок повторить на своем планшете а затем построить симметричный данному рисунку рисунок давайте попробуем вместе с нам нужно отразить зеркально отразить эту картиночку и у нас тогда с вами получается домик хотела бы обратить ваше внимание что детки вот с такой вертикальной осью симметрия работают в принципе просто для них это не сложно но очень важно проработать не только вот вертикальная ось не только лево-право например вверх-низ вот значительно сложнее для них отзеркаливать если ось будет горизонтальная я все время говорю что это как будто предмет отражается в воде смотрите давайте с вами какую-нибудь лодочку сделаем лодочка плывет по реке у нас кораблик такой у нас ставить кораблик и он отражается в воде давайте построим его отражение и и тогда мы достраиваем эту картиночку вот до такой смотрите как на с вами кораблик отразили в воде а а теперь давайте попробуем с вами еще усложнить задачку мы с вами построим теперь по диагональной оси это любимое нейропсихологическое упражнение смотрите ну что нам с вами построить давайте вот такую с вами построим бабочку давайте мы с вами построим вот такую картинку и попробуем ее отзеркалить относительно нашей оси которую мы выделили красной резиночкой посмотрим что у нас получится вот первая у нас фигурка фигурки можно проговаривать называть если вы помните вам показывал эту фигурка наносит название дельтует давайте треугольничек у нас и вот здесь такой уголок хитрый смотрите что получилось может это бабочка или стрекоза вот такая замечательная картинка можно порассуждать что это может быть вот мы проработали с вами вертикальную горизонтальную ось диагональную теперь можно поработать и с двумя осями как с двумя зеркалами что начнем с простых двух с вертикальной и горизонтальной и и что-нибудь попроще с вами построим например давайте построим мельницу вот наш базовый элемент которую мы сейчас будем отражать аж несколько раз да аж три раза будем достраивать раз два и три вот такая мельница у нас получилось а теперь давайте оси сделаем 2 диагональные не будем строить какую-нибудь картиночку с такими с такой симметрии допустим так начнем зелененького треугольничка вот его рассмотрим строим по . смотрим как он располагается вот мы с вами отразили наш зелененький треугольник и теперь работаем синим раз внимательно смотрим 2 и 3 и вот какой замечательный узор у нас в результате получился обратите внимание что все эти три пособия они еще развивают мелкую моторику и тренирует пальчики но теперь я вам покажу какие вы задания можете найти в интернете за задание таких много и просто сделать для себя какую-то коллекцию во первых это вот такого типа задания когда нужно найти парочки в данном случае какую фигурку из какого листика вырезали да здесь ребенок просто карандашиком соединяет пары первый тип задания второе тип задания когда вы достаете картинку несколько картинок которые обладают свойством симметрии и просите ребенка с помощью карандашика и линейки провести линию то есть провести ось симметрии то есть разделить эту картинку на две одинаковые половинки ну вот в данном случае здесь две оси да кстати достаточно сложное задание если ребенок вдруг не видит и и не может найти не может разделить картинку на две половинки опять вспоминаем про наши зеркала вспоминаем про наше зеркало и он ставит на эту картинку зеркало крутит его смотрит и как только он нашел нужное положение прям вдоль зеркало как по линейке проводит линию зеркало всегда под рукой как только ребенок не справляется с какой-то задачкой берем зеркало и смотрим зеркало смотрим что получается вот такие задачки на нахождение оси симметрии целый цикл задач когда мы дорисовываем вторую половинку и дорисовываем по клеткам самые простые задачи имеют вертикальную ось симметрии и выглядят приблизительно так сам рисунок он может быть чуть сложнее или чуть чуть проще вы можете подобрать под возраст ваших детей это вертикальная ось и мы рисуем по клеточкам чтобы усложнить задачу мы ось делаем горизонтальной и просим ребят отразить этот рисуночек как будто отразить в воде до дорисовать снизу такую же фигурку ну например вот такие задачки или та самая любимая задачка которую говорила когда отражается город город отражается в воде вот кстати когда такие задачи дети выполняют бывают очень часто бывают ошибки сразу говорю как когда они отражают картиночку с вертикальной осью право-лево как правило не бывает как не бывает ошибок мало бывает ошибок а вот с такой осью ошибок бывает очень много и какие ошибки бывают ошибки бывают двух типов первая ошибка ребенок начинает этот город рисовать как как бы не отражая его а ровно также просто одна картиночка ниже другой как правило такие ошибки делают детки у которых есть недосформированности пространственных представлений сразу сразу еще раз вас ориентирую на наш вебинар на на эту тему что с этим делать как протестировать как внимательно посмотреть вот там рассказано просто обращайте внимание на тип ошибок которые бывают у детей и бывает второй тип ошибок когда ребенок в принципе отражает этот город но отражает неверно то есть либо башенка немножко со сдвигом идет на клеточку либо башенки не столько клеточек меньше или больше и вот здесь нужно обратить внимание скорее всего есть проблемы с распределением внимания или с точки зрения нейропсихологии это не до сформированности лобных долей мозга которые отвечают в том числе и за распределение внимания за контроль за программирование за то чтобы мы могли несколько операций мыслительных одновременно выполнять вот как правило у тех детей у которых что-то западает в этом вопросе вот они будут делать такие ошибки поэтому когда ребенок рисует внимательно смотрите что у него получается что не получается какие у него бывают ошибки и если еще усложнить эту задачу то мы работаем с диагонали диагональ когда с диагональной осью и здесь копируем рисунок относительно диагонали соответственно тоже смотрите какого типа ошибки встречаются у детей половинки можно дорисовывать и без клеточек просто вот такие задачки есть тоже полезно интересные все что касается орнаментов и раскраски орнаментов тоже на тему симметрии и соответственно закрепит пройденный материал вот такие задачи смотрите что получается что мы с вами проработали на нескольких уровнях мы поработали ручками мы поработали по картинке то есть вот здесь мы уже с вами решая задачки с помощью этих пособий мы не смотрели зеркала мы не сворачивали листочек да мы собственно опирались только на картиночку и мыслили по картиночке мы проговариваем наше решение мы объясняем решение и соответственно здесь мы тоже решаем работаем с картиночкой мы проработали все все уровни с вами все уровни мышления многие детские сады уже приобрели пирамидку и и получили свой опыт работы с детьми занятия с детьми и поделились с нами тем что они увидели тем что не заметили какие-то вопросы нам на эту тему задавали так вот есть интересный момент что детские сады где детки городские например московские детские сады и кстати и и даже московские школы где проходили занятия с детьми отличались тем что первое занятие с детьми проходило в таком режиме что педагог не успевал даже вести по сути дела вести само занятие потому что он бегал помогал собирать кольца пирамидки разбросанные по всему классу настолько была неловкость детей что пирамидка просто рассыпалась просто рассыпалась при этом мы предупредили что именно 5 первый раз на на первом занятии такой эффект может быть и поэтому в москве выдавали не просто пирамидку а выдавали в таком специальном небольшом ящички чтобы когда нападала кольца не раскатывались во всей группе по всему классу но это не спасло все равно первое занятие просто по весь был засыпан деталями пирамидок а вот в детских садах и школах сельской местности скажем тогда у деток даже у четырехлетних такой проблемы не было почему ну под потому что у городских детей ручки развиты к сожалению до моторика гораздо хуже при этом если посмотреть на тип ошибок можно понять или предположить по крайней мере как какие проблемы есть у ребенка вот смотрите даже относительно моторики если внимательно посмотреть за счет чего рассыпается пирамидка что что не так вот первый тип ошибок когда ребенок не может одеть колечко не может попасть дыркой на стержень как бы у него нет точности движений у него как как бы здесь не работает кисть не работают пальчики а что такое у нас кисть пальчики до ладошки это про что это чаще всего на самом деле про речь по потому что вот эти движения да эти двигательные центры они рядом с речевыми центрами у нас в нашей голове да вот поэтому первое что мы говорим если это вот такая неточность да обратите внимание что происходит с речью ребенка вот на это давайте обратите внимание под посмотрим если там есть проблемы откорректируем вторая проблема когда кисть одной руки вроде бы все нормально работает и пальчики все хорошо но вторая рука не работает то есть нет скоординированной работы рук потому что пирамидку даже пирамидку удобнее собирать двумя руками когда одна рука поддерживает или направляет а вторая одевает так вот если ребенок работает одной рукой вполне возможно что получаются какие-то неловкости и тогда он ее роняет она рассыпается отсутствие скоординированной работы двух рук чаще всего связано с тем что есть не до сформированности межполушарных структур а что это такое к чему это может привести ну так уж устроена наша мозговая деятельность что нейронные импульсы должны передаваться из одного полушария в другое и если вот эти структуры которые находятся между полушариями не пропускают этот импульс к сожалению любая мыслительная деятельность может не состояться нам очень важно чтобы этот импульс нормально проходил как правило вот такая дефицитарность межполушарных структур она связана действительно с координацией в том числе движений но не только движений если нет координации движений зачастую не будет координации например глаза уха руки а это очень важная момент представьте себе в школе ребенок что-то списывает с доски или пишет диктант то есть работает и глаз и ухо и рука и если есть вот этот дисбаланс у него ничего не получится но то я вам уже такой вот прям любимый очевидные пример того как как это важно и вот если есть вот такие проблемы с межполушарным взаимодействием у нас лучшая коррекция какая это письмо двумя руками когда мы пишем двумя руками и как какие-то пальчиковые игры игры двигательные на координацию движений и вот между прочим письмо двумя руками или прописи для двух рук они также затрагивают тему симметрии потому что как правило ту технику которую предлагаю для письма двумя руками на самом деле мы симметричные узоры рисуем и рисуем одинаковый узор правой левой рукой или что-то делаем и пас по сути дела мы работаем симметрии поэтому вот такие прописи для двух рук они тоже будут и про симметрию одновременно да как как учебную тему и носить такой нейропсихологический характер как бы стимулируя работу наших межполушарных структур ну и кстати третья есть проблема с движениями как когда ребенок не чувствует собственного тела то есть он неловкий от того что он не чувствует собственное тело он эту пирамидку роняет потому что он по сути дела как бы цепляет ее телом а вот не когда ребенок не чувствует своего тела не ощущает свое тело в пространстве как правило это проблема с формированием право пространственных представлений и проблему правого полушария вот тогда надо разбираться с этим вопросом вот вроде бы знаете такие тонкости такие мелочи они очень важны поэтому если вы заметили какие-то такие ошибки в работе вы коллекционируете вы их собираете и мы с вами можем их обсудить или может быть мы отдельный прям вебинар какой-то сделаем или мы можем лично с вами обсудить это очень полезно будет и для ребенка и для вас и для нашего опыта тоже будет замечательно сегодня очень такой насыщенный вебинар получился и я вам показывала очень много пособий если прошлый раз мы работали с 1 единственной пирамидкой то сейчас целый спектр пособий мы рассматривали и вот где и взять как как получить этот материал мы собираем специально комплекты под детские сады для педагогов и размещаем их на сайте интернет-магазина myshop.ru по договоренности с этим интернет-магазином вы можете получить оптовую скидку 18 процентов для этого вам нужно прислать письмо на наш адрес и мы вам вышлем специальный код для получения этой скидки специальный промокод если вдруг у вас нет такой возможности приобрести какие-то вещи вы можете взять в интернете естественно и разработать сами по той схеме которую я вам сегодня дала кроме того наверняка вашей группе или вашем арсенале на найдется масса пособий которые вы на эту тему скажем так не использовали но они соответственно могут быть полезны и у них будет такая вторая жизнь поэтому пожалуйста работайте смотрите экспериментируйте вы будете сами удивлены как развиваются ваши дети как меняются ваши дети я абсолютно уверена что игры зеркалами будут любимыми играми ваших детей это уже многолетний опыт показывает и действительно те картинки как которые будут появляться в этих зеркалах будут вызывать удивление и радость и с большим удовольствием дети будут заниматься поэтому пожалуйста подключаетесь работайте еще относительно зеркал хотела сказать можно использовать на на самом деле как какой-то подручный материал типа зеркал от пудренец если вы не можете найти и не можете где-то приобрести купить обязательно смотрите чтобы зеркало было обработано до чтобы они не было вот каких-то краев острых вот такие зеркала импортная вроде бы они где-то в продаже у нас были не знаю я их привозила из германии сейчас мы делаем здесь зеркала и у нас можно зеркала приобрести они чуть-чуть потонше но тоже сделаны из пластика и тоже безопасные поэтому как как только мы соберем эти комплекты в которых будут и зеркала и карточки и и кубики то есть весь весь материал мы вам ссылочку скинем если вы нам пришлете свои адреса мы обязательно вам ссылку скинем вы найдете этот материал чтобы мне еще хотелось сказать и наверно может быть даже попросить оказалось что много вопросов по тому как ребенок работает и на некоторые вопросы педагоги не могут найти ответы мы рады услышать от вас эти вопросы потому что в том числе и мы накапливаем опыт поэтому просим не стесняться задавать нам вопросы писать и соответственно мы уже либо сами ответим либо либо попросим помочь ведущих нейропсихологов наших стран и разъяснить ситуацию что происходит почему ребенок справляется не справляется почему он так или иначе работает я думаю что это будет интересно и и для вас и для нас пожалуйста обращайте внимание на все на то какие движения у ребенка на все неловкости на все типы ошибок и соответственно мы вам подскажем как как эффективно откорректировать что ли эти проблемы ну на этом я с вами прощаюсь до новых встреч встретимся на следующих вебинарах и вот вот все вот